Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Поздравляю всех честных и добрых людей с наступающим Новым Годом и желаю, чтобы в Новом Году все ваши сокровенные мечты и желания сбылись. Друзья, а сегодня мы с вами рассмотрим две интересные партии, возникающие из дебюта игра Бадянского, которые я сыграл с украинскими мастерами Феликсом Шепелем и Владиславом Наном. К сожалению, я обе партии проиграл, но партии довольно-таки интересные. Но прежде чем перейти к рассмотрению партии, друзья, рекомендую вам зайти на канал Юрия Аникеева, чемпиона мира, чемпиона Европы, одного из сильнейших украинских гроссмейстеров. У Юрия сейчас на Ютубе есть небольшой канал, около 100 подписчиков, и я предлагаю вам поддержать творчество Юрия Аникеева. Юрий великолепно играет и в русские, и в бразильские, и в стоклеточные шашки. Очень интересный канал, я думаю, что он будет интересен всем любителям шашечной игры, начиная от уровня первого разряда и выше. Заходим на канал Юрия, подписываемся, не стесняемся, ставим лайки. Ссылочку на канал Юрия оставлю в описании этого ролика. Рассмотрим партии АБ4, Б5, ЕД4, АБ6. И здесь белые играют ФЕ3, а черные делают вот такой не совсем логичный размен ДЦ5. Бить можно в обе стороны, в обоих продолжениях. У белых небольшое, но стойкое преимущество. Если бить на поле Е5, то я думаю, что здесь у белых все-таки сильнейшее продолжение ЖХ4. После БА3 черные могут упростить позицию вот таким разменом. Ну и как бы белые здесь не били, допустим, побили сюда, черные упрощают игру. Ну и их позиция даже чуть-чуть приятнее. После ЖФ2 черные могут разменяться назад. В принципе, у черных равная позиция. После ЕФ4 черные могут разменяться вот таким образом. Ну и сыграть либо ФЖ5, либо СД6 с равной игрой. Если же белые играют ЖХ4, здесь возможны два варианта. Либо размен БЦ5, ну и здесь возможно следующее продолжение. Допустим, ЕД4, ЕФ4, ДЦ5. Ну и черным, наверное, все-таки после размена бить лучше не в центр, так как затем центр перехватят белые, а лучше, наверное, побить на поле Ж5 с более-менее равной игрой. Но также в этой позиции за черных возможен следующий форсированный вариант. ХЖ5. Теперь белым лучше всего играть БА3. И черные играют ЕД6. То есть не давая хода АБ4 и за БА7. Белые играют ХЖ3. Черные играют Ж6. Белые размениваются назад. Ну и черные подвязывают центр белых. Размениваться назад пассивно. Позиция черных будет хуже. Белым лучше всего пойти ФЖ3. Черные нападают. Ну, назад меняться неинтересно. Лучше сыграть ЖФ4. Теперь черные играют АЖ7. Размен не дает преимущества белым. И белые играют ФЕ5. Теперь у черных есть точный ход АЖ5. Ну и здесь позиция равная. В принципе, здесь есть два интересных хода за белых. Либо выигрывать шашку. Но черные затем играют БА5. Ну и после ЕФ2 черные отыгрывают шашку. В принципе, возникает абсолютно равная позиция. Либо белые могут не выигрывать шашку, а сыграть ЖФ2. Ну, тогда черные делают такой вот стандартный размен назад. Ну и после хода АЖ3 положение также на лыске равное. Если же черные после размена бьют не на Е5, а на С5, то здесь все-таки преимущество у белых. Сильнейший ход здесь ЖФ4, не давая хода ФЖ5. Ну и здесь возможно следующее продолжение. ФЕ7, БА3, ЕД6, АЖ3, ДЕ5. Черные связывают центр белых, но белые размениваются назад. АЖ5. Черные активизируют бортовую шашку А6. Белые играют ФЖ3. Черные нападают. Ну, размениваться назад неинтересно. Лучше играть ЖФ4. Ну и здесь черным лучше всего сыграть ЖФ6. Потому что остальные продолжения ведут к большому преимуществу белых. То есть, например, ход ДЕ7 очень плох из-за хода ЕФ2. Здесь, допустим, на ЖФ6 можно разменяться вот таким образом. Возникает необычная позиция, но здесь у белых огромное преимущество. Поэтому в этой позиции играем именно ЖФ6. Ну и белым лучше всего разменяться. Теперь черные бьют на поле Ф6. И белым лучше всего сыграть ЕФ2. И побить на поле Ф4. Черным надо меняться. Другого нет. Теперь белые играют СБ2. Грозят выиграть шашку. Надо отходить. И белые играют ЖФ2. То есть, грозятся затем сыграть АБ4, БЦ5 и выиграть шашку. У черных здесь единственный ход. Только БЦ7. И теперь белые отдают две шашки и прорываются на преддамочное поле. Кажется, что черным не сдобровать. Но черные здесь все-таки достигают ничьей. Черные точно играют АБ4. То есть, на нападение мы ставим дамку. А если белые нападают ходом БА3, то точно играем СБ6. И здесь ничья. То есть, мы рассмотрели сильнейший ход ЖХ4. Если же белые играют БА3, то черным лучше всего сыграть ФЖ5. То есть, какие возможны в этом случае варианты. Допустим, ЖФ4, ЖФ6. Белым лучше всего напасть ходом ФЕ5. Иначе возможно окружение центра белых. Ну и здесь надо размениваться вот таким образом. Белые затем играют ЖФ2. И на ФЕ7 упрощают позицию вот таким размером. Здесь ничего лучшего у белых нет. Размен ФЕ7 все-таки ввел к преимуществу белых. Так как белые могли вот таким разменом получить лучшую позицию. Так за черных играть я не рекомендую. Если же после БА3 черные не играют ФЖ5. Не делают сильнейший ход. Допустим, играют ФЕ7. Хотят строить колонны. То белые играют ЖХ4. Ну и возможно следующее продолжение. СД6. Здесь можно играть либо АЖ3 и ЖФ4. Либо ЖФ2 и СБ2. У белых есть два плана. Если белые играют АЖ3. Черные играют БА7. И белые играют ЖФ4. Тут черным лучше всего упрощать позицию. Вот таким разменом. ФЕ5. Побили. 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 Ну и как бы белые здесь не играли, позиция упрощается. То есть после такого размена черные играют ДЦ5. Затем размениваются либо СД4. Либо вот таким образом. С равной игрой. Либо белые нападают с этой стороны. Ну и лучше черным упростить позицию ходом ДЕ7. И затем вот таким разменом черные полностью уравнивают позицию. Кстати, здесь не проходит вот такой размен. То есть черные вроде бы выигрывают шашку временно. У них неплохая позиция. Но белые здесь проводят простенькую, но симпатичную комбинацию. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти ее за белых. Именно так меня выиграл на турнире мастеров мастер Владислав Нан из Одессы. Белая игра ДЕ5, жертвует шашку, вторую, прорываются в дамки и празднуют победу. Если же черные меняются на поле Б4, то есть пытаются как-то обострить, то мы играем ЖФ2. Ну и здесь возможны несколько продолжений за черных. Вот такой размен практически форсированно может привести к поражению. Вроде кажется неплохой ход, но тем не менее это не так. Белые играют АБ2, надо уходить, иначе белые выиграют шашку. И белые размениваются вот так дерзко в центр. Вроде бы кажется, что у черных неплохая позиция. Это окружение идет, то есть размениваются. Такой размен ни к чему хорошему не приводят. Черные занимают поле Ф4, ну и скорее всего партия здесь закончится ничьей. После БЦ3 черные играют ДЕ7, СД4 и ЕД6. Ну допустим, ДЦ3 АБ6, ЕД2. Черные размениваются назад. И после СД4 возникает известная позиция из дебюта КОЛ. Здесь возможны три ничьи. Самая эффектная ничья возможна после комбинации. Отдаем одну шашку, затем вторую. Бьем на поле А7. Ну и как бы черные здесь не били, белые достигают ничьей. Ну допустим, побили сюда. Белые ставят дамку. Надо бить на поле Ж5. И белые бьют одну шашку, занимают большую дорогу и достигают ничьей. Еще одна ничья возможна после хода ФЖ3. Черные нападают. Вроде бы кажется, что белые проигрывают. Допустим, после хода ДЦ3 черные играют ДЦ5 и легко выигрывают. Но тем не менее, белые здесь ошиблись. После нападения не надо было играть ДЦ3. Здесь, возможно, красивая игра после хода ДЕ5. Ну и в какую бы сторону черные не били, здесь все-таки ничья. Можете убедиться сами. Ну и последняя ничья после хода ДЦ3. Черные играют ГХ4. То есть, не давая размена, надо играть СД2. Ну и черные здесь играют ФЖ5. Белым надо жертвовать шашку. Такой ход уже проигрывает. Черные играют ДЦ5. Ну и на нападение жертвуют шашку и ставят дамку на поле А1. Как можете сами убедиться, белым ходить некуда. А ничья была возможна в этой позиции. То есть, не надо было нападать. Надо было пожертвовать шашку и напасть ходом ДЕ5. Теперь черные проводят комбинацию. Но она ведет лишь к ничьей. То есть, белые отходят. Ну и даже если черные выигрывают еще одну шашку. Белые ставят дамку на поле Б8. То есть, отсекают черные шашки от похода в дамки. И партия заканчивается ничьей. То есть, после хода БЦ3 в этой позиции черные имеют как минимум равную игру. Но есть даже шансы на победу. Но тем не менее, у белых есть отличный ход, который практически выигрывает эту позицию. ДЦ3. В чем суть этого хода? То есть, белые сделали упор для размена на поле Е5. И теперь на ход ДЕ7. Белые размениваются в центре. То есть, грозят зайти в любки. Черным надо размениваться назад. И эта позиция выигранная за белых. Белые играют ФЖ3. Ну, нападать надо. Белые уходят. Черные играют АБ6. БЦ3. БЦ5. Точный ход ЕФ2. Только он ведет к победе. Ну, и теперь все сводится к очень известной позиции. То есть, допустим, на ход ФЖ7. Белые нападают. Черные размениваются. Назад. ЕД4. Так, прошу прощения. На СД6 просто играем ФЕ3. Ну, и после жертвы мы поставим дамку и съедим шашку черных Д6. Поэтому приходится играть Б6. Теперь белые играют ДЕ5. И после ДЦ5 играем ФЕ3. И на ход СБ4 играем ЕД4. Теперь черным надо жертвовать шашку и играть АЖ3. Ну, и здесь возникает этюдный выигрыш. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти выигрыш за белых. Он здесь единственный. Белые играют ЕД6. Единственный ход. Ну, и после хода ЖФ2 играют ДЦ7. Что получается, друзья? Если теперь черные нападают на шашку Д4. Мы ее жертвуем. Ну, и как бы черные не побили, мы занимаем большую дорогу. Затем шашка А6 проводится в дамке. Эта же дамка затем отъедает шашку черных Б4. Белые затем проводят шашку С1 в дамке. Строят боевую позицию. И легко выигрывают. Кто не знает, как проводить шашку С1. Подсказку оставлю в левом верхнем углу. Можете поучиться. Если же черные ставят дамку не на поле Ж1, а на поле Е1. То есть грозят отдать шашку и подорвать затем поле С1 и достичь ничьей. То белые точно ставят дамку на поле Б8. Единственный ход. Ну, и здесь белые легко побеждают. То есть такой ход, такой план он здесь не проходит, так как черным просто некуда бить. Куда бы они побили, либо на Ж5, либо на Ф4. Их позиция проигранная. Поэтому после хода Ж2, вот в этой позиции, лучше не меняться на Ж5 черным, а разменяться на поле С5. Ну, и здесь возможен следующий вариант. АБ2, БА3. И на нападение СД4 играем АБ4. И затем играем БЦ3. Ну, и в какую бы сторону белые не побили, здесь черные достигают ничьей. Ну, например, побили на Д4. Черные проводят вот такую разменную операцию. Да, у белых преимущество после хода Д4. Центр, но все-таки черные могут достичь здесь ничьей. Ну, и последний план на сегодня рассмотрим. То есть, в этой позиции белые играли АЖ3, и после БА7 Ж4. Если же белые здесь играют Ж2, то после БА7, как было в партии с Феликсом Шипперем, здесь Феликс сыграл ЦБ2. И белые, и черные ощетинились ударными колоннами, но выясняется, что позиция черных очень плохая. То есть, нет размена на БА4 из-за элементарного ДЕ5, и белые остаются с лишней шашкой. Такого размена нет, поэтому такого размена нет из-за элементарного БА4 и бьем на Ф6. То есть, у черных плохо. Остается меняться только. Причем, обратите внимание, надо производить двойной размен, так как размен на Ж5 ведет после жертвы шашки белыми к тому, что белые ставят рожок. То есть, шашек поровну, но у белых рожок, и белые должны в этой позиции все-таки победить. В партии с Феликсом Шепелем я рассчитал эти варианты, поэтому разменялся вот таким образом. Феликс точно играет ФЖ3, сильнейший ход. Ну и после единственного хода ДЕ7. Здесь белые могли провести комбинацию, но Феликс верно рассчитал, что она ведет лишь к ничьей. АБ4 и ЦБ4 ведет лишь к ничьей. Черные худо-бедно, но тоже, как и белые, проходят в замке, здесь белым не победить. А вот после размена ЦБ4 выясняется, что позиция черных очень плохая. Я в этой позиции быстро проиграл, но уже находился в цветноте. Я сыграл АЖ7, и Феликс точно напал. То есть, обратите внимание, такого нападения нет из-за ЖЖ4, и белые останутся без шашки. Поэтому Феликс сперва нападает. Ну и как бы черные не играли, здесь я разменялся. Белые проходят форсированно в дамке. Ну здесь мне пришлось пожертвовать две шашки, и Феликс Шепель здесь быстро победил. Поэтому в этой позиции, конечно, АЖ7 нельзя играть. Мне надо было меняться на поле Д4. Белым лучше всего размениваться вперед, в свою очередь. Ну и здесь позиция черных очень плохая. То есть, например, вот такой ход ЖЖ4 практически проигрывает партию. Белые размениваются вперед. Ну и ход Е6 уже точно проигрывает партию после ЖЖ4. То есть, на нападение просто размениваемся БЦ5. Ну и как бы черные здесь не били, они проигрывают. Допустим, так, 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 так. А позиция и центр здесь за белых. То есть, допустим, АЖ5, АЖ3. АЖ7, ФЕ3. ЖА6, ЖФ4. Черные играют ЖЖ4. ЕД4. Черные жертвуют шашку и идут в дамки. Белые проводят все три шашки в дамки. То есть, играем просто СД6 и легко выигрываем. Строим боевую позицию и побеждаем. То есть, после хода ЖЖ4 и размена вперед, Е6 проигрывает. Надо играть АЖ5. Теперь белые нападают. Закрываться, видите, нельзя из-за банального ДЦ5. Поэтому приходится отходить. И белые заходят в любки. И тут черные остаются без шашки. Лучше всего поставить дамку на поле Б8. То есть, не давая размена шашки Б4 в обмен на Е7. Ну и после того, как черные ставят дамку, играем на поле Б5. И черным здесь тяжело будет защищаться. То есть, у них мало того, что убил их лишняя шашка. Кроме того, еще шашка Е7 находится под атакой. Но все-таки в этой позиции еще была ничья. То есть, не надо было нападать. ЖХ4 играть надо было сыграть именно ЕF6. Теперь, если белые играют СД4, то мы нападаем. Надо отходить. И надо играть ЖФ4. Теперь играем за белых ЕД2. И на АЖ5 закрываемся. Кажется, что черные проигрывают. Но это не так. Черные жертвуют шашку. И играют АБ6. Ну и как бы белые здесь не играли, черные все-таки достигают ничьей. Но приведу один из возможных вариантов. Допустим, играем ЕД4. Черные размениваются. Белая игра ДЦ3. Теперь АЖ7. СД4. Нападаем. Закрылись. ЖФ6. И черные достигают ничьей. Друзья, спасибо за внимание. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал. Ставьте большой палец вверх. Пишите ваши комментарии. Задавайте вопросы. Отвечу на все вопросы. Следующее видео запишу уже после Нового Года. Но перед Рождеством Христовым. До свидания, друзья. Увидимся на шашечных баталиях. Субтитры сделал DimaTorzok